Ребят, всем привет! С вами Игнат. Начинаем новый ролик. Мы сегодня с вами отправляемся на старое Севастопольское шоссе. Мы идем из Паркового. В общем, есть одно место на Старом Севастопольском шоссе, где любят фотографироваться блогеры, где любят фотографировать свадьбы, где любят фотографироваться просто все. Некоторые, кто едет в отпуск, прям заметочки себе пишут побывать в этом месте на Старом Севастопольском шоссе. Там очень красиво, особенно красиво там становится осенью, когда лес становится желто-зелено-красным И просто вот такие фотографии Я недавно там фотографировал ребят, результат я вам покажу в конце А пока что я доберусь до Паркового, я вам покажу как можно подняться наверх, если пешком Я вам покажу как можно подняться наверх, если вы на машине Расскажу о том, как мы с вами встретимся, если вдруг вы захотите взять меня как фотографа с собой Помимо этого места, где это отвесная стена, скала, тут по дороге столько мест Прям просто идешь, кайфуешь, наслаждаешься и домой увозишь вот такую кучу фотографий В общем, в самом начале я хочу вас попросить поставить лайк Так, горы, что тоже надо показать в самом начале Если вы вдруг не подписаны, подписаться на меня и по мере просмотра написать комментарий Все, отправляемся Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот эта остановка нужна Называется она Парковая Специально перешел, чтобы показать, чтобы вы понимали, где это Ну а мы идем дальше Вот с остановки можно через поселок, через верхний У нас со света есть ролик о нем, Бекетова называется А можно, как я, так, вот такие тут виды Можно, как я, пойти просто сюда И тут будет очередной подъем на Старое Севастопольское шоссе Один подъем, в общем, те, о которых я знаю Один подъем прям в Алубке На светофоре вы встаете в крайний правый ряд И уходите наверх И можно доехать прям сюда Второй подъем на Старое Севастопольское шоссе Это над Семеизом Там, где под мостом все знают это место Спуск на Семеиз А если, допустим, смотреть вот от трассы налево на Семеиз А направо подниматься То вы подниметесь как раз-таки тоже На Старое Севастопольское шоссе И, повернув налево, доедете до этого места Ну и вот третий подъем О котором я знаю Ну, на самом деле, я их четыре знаю Четвертый еще в Форосе Но там я пешком не ходил Если тут я везде пешком ходил В Форосе я пешком не ходил Именно от этого места И, в общем, вот это третий подъем Смотрите, какая красота На горах лежат тучи Лес уже переодевается В осенние краски, в осенние одежды В общем, вот это третья дорога Мы со Светой по ней ходили Я ходил тут, фотографировал Дорога, как и все, в принципе, на Южном берегу Красивая Тут не то что фотографироваться Тут по ней одно удовольствие погулять Ну, а потом зимой пересматривать эти фотографии С этой дороги Это вообще прям Красота И, в общем, как мы с вами поступим Если вы, допустим, на маршрутке То мы с вами встретимся тут на остановке А если вдруг вы на машине То мы с вами встретимся вот тут на повороте Куда я сейчас подойду И отсюда и начнется наше путешествие К той отвесной стене Где любят фотографироваться все И блогеры, и невесты с женихами В общем, сейчас все сами увидите И, ну, или, допустим, если вы едете откуда-то из Семииза Мы можем встретиться в Семиизе И я вас не тут буду ждать на машине А с вами вместе сядем в машину в Семиизе И доедем сюда Еще, кстати, как вариант Можно выйти вот тут на остановке Зори России И подняться Тут уже прям, видите, сразу Отсюда и пошел-пошел-пошел-пошел И все, вот она Дорога, вот это подъем На старое Севастопольское шоссе Можно через с этой остановки Можно с этой остановки Выходя на той остановке Как раз-таки можно прогуляться по Бекетову Что тут? Пешком Да, немножко, может быть, это сложновато Но столько вы увидите Всего, что Ну, на автомобиле этого всего, конечно Видно не будет Поднимаешься, да, красиво все О, какие виды Ну, ты поднялся и забыл А пешком прям все это прочувствуешь Поэтому я все-таки Советую пешком ходить туда Да, далековато Но зато полезно Меня, как всегда, с собой Пот подтирать На улице, несмотря на сентябрь Жарище Ну, вот уже Пора Фотопоходов Фотопоходов Началась И видите, вот оно Южнобережное шоссе Я поднялся совсем немного От него А уже Какие виды Вот оно Бикитово И вон туда Старое Севастопольское Оно так Зигзагом наверх-наверх И вот там оно идет Мы со Светиком здесь Когда гуляли Это была ранняя весна Наверное, это был Март Потому что В отличие от Семеиза Здесь чуть поменьше Хвойных Здесь поменьше Кипарисов Здесь много Лиственных Видите Дубы Другие какие-то Кустарники И плюс-минус Когда наступает Осень Зима Соответственно Все падает И тут немножко Получается Гола Вот, кстати Как мы туда Немножко левее К Оливии уходили Там тоже такие Красивейшие места С видом На южно-бережное шоссе Фотографироваться Если Вот Ну а осень Сейчас я говорю Это будет Самое оно Потому что Именно здесь Весь лес Будет Намного ярче Чем допустим В Семеизе В Семеизе Говорю все равно Много Это тоже плюс Что там много Всего зеленого Круглогодичное Которое зеленое Буйство красок Осенних Будет именно вот здесь Старое Севастопольское шоссе Это прям Осень Во-первых Уже не жарко Во-вторых Вот такие вот Виды с тучами Ну а если Допустим Вы вообще уже Прям прошаренный Ходок Можно здесь Подняться Пофотографироваться Здесь Потому чертовы Лестницы И отсюда Вообще Можно дойти До форосской церкви До форосской церкви Это конечно Будет прям Весь день Но зато Можно нагуляться Красоты Насмотреться Смотрите как Тучи вниз Пошли Прям так Свисают С гор А отсюда Уже Открывается Фороский Кант Очень Красиво И море Тучи на горах Это прям Что-то С чем-то Прикольно Мы кстати Собираемся С подписчиками На днях Фототур Послезавтра Пойдем на Боткинскую тропу Об этом ролик Тоже будет позже Все кто осенью Тут А на самом деле Осенью Очень много Тоже людей Приезжает Кто ценит Именно вот это Время года И Мы договорились Пока что Вчетвером Идем Но я сегодня Еще ключ Брошу В телеграм Может кто-то Еще присоединится В общем Чтобы Не упустить Красивейшую Осеннюю Боткинскую Трупу Если вдруг Не подписаны Обязательно Подпишитесь Обалдеть Они прям Оттуда Тучи Спускаются На поселок Ну у меня Если что С собой Дождевик Есть Как бы Ничего страшного Но не хотелось бы Чтоб полил дождь Вот такие виды Оттуда уже Открываются Видно Марию Видно Башню Винного парка Поворотики Такие С набережного Шоссе Красота Такая Наверху Я Уже Почти наверху Бекетова Прошел Еще так Пару поворотов И будем наверху Здесь кстати Одно место Такое крутое На южно-бережное Шоссе Когда именно С этого подъема Выходишь И упираешься В дом Скорее всего Там Живут Наверное Какие-то У меня в представлениях Что бабуля С дедулей И они живут В таком Крутом месте Да Там конечно Далеко до магазинов Далеко до цивилизации Но это как Минус Так и плюс Что там далеко До магазинов И до цивилизации Ну а я самое главное Не сказал Я так сказал Что если вы вдруг Захотите нанять меня Как фотографа То мы с вами Поедем И пофотографируемся Как связаться Со мной Я же не сказал Под роликом В описании Есть телеграм Есть контакт Есть одноклассники Пишите Хоть куда Любым удобным Вам способом Мы договоримся О дне Вместе Поедем Отфотографируемся Потому что Не только Здесь можно Много Шанкая Боткинская тропа Сейчас Ну вот Сегодня жарко По мне видно Что жарко Но если Идти прям В развалочку Потихонечку Ничего не жарко Просто будет Вот такая прогулка И Самое главное Долгую память Много красивых Фотографий Увезете домой В общем Со мной Связаться Можно Любым удобным Для вас Способом По ссылке В описании Пишите Вой 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 Уже Мы вообще Близко И все Тут уже Тоже Тучи Знаете Пошли Ниже То они Когда я был На остановке Лежали прям На вершине Гора Теперь уже Сюда Спускается Немного Очень круто Слышите Какие-то Гусята Что ли Какие-то Птенцы Наверное Уже Высидели Птички Птенцов Ой Небо И они Уже Научились Крякать Смотрите Какое Красивое Немо Я сейчас Достал Фотоаппарат Пофотографировал Для сети С картинками Вы подписывайтесь Если что Также и в Вконтакте И в Дзене Везде Эти фотографии Есть Вот это Смотрите Иду Смотрю Сдалека А слепошары Думаю Что такое Красное Вот так вот Сдалека Прям все Красно Так красиво А тут Какие-то Ягоды Вот эти Кусты Которые Все лето Насрадовали Красотой Обсыпало Облепихой Как будто бы А Все это Вкупе Еще с Крымской сосной Я таких кадров Надел Посмотрите Какая красота Просто Что-то С чем-то И вот Она Вот здесь Лежит Очень Красиво Засохла Сосна И там Смотрите Какое Голубое Нево Прям даже Вот туда смотришь Лето Прям лето Сюда смотришь Па-па-па-па Осень А я сегодня Себе на камеру Надел С ручным фокусом Тридцать пятку А солнце Взял Камеру Которая без Господи Без глазка Чтоб смотреть В яркую Солнечную погоду Поняли Видоискатель А-ля Видоискатель В общем Без него Фотоаппарат Экран Я Фокусируюсь По красным Ну Кто фотограф Знает Делаешь Красные Контуры Когда Объект Фокусе Красного цвета Контуры Подсвечены И такое Знаете Сейчас Надел Прям много Много Кадров В надежде На то Что Может быть Какой-то С промахом А какие-то Будут Шедевральные Шедевральные По-любому Будут Так Уже Я так Прям Совсем Недалеко От поворота Старой Севастопольской Я говорю Самое 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 Что Будет От Старого Севастопольского Я надеюсь Что я Сказал Что Фотографии Результат Будет В конце Ролика Но Не то Что я Сейчас Фотографирую А с людьми Потому что Говорю Совсем Недавно Мы тут Со свадьбой Поднимались Ребятами Очень Красиво Они Вообще Материковские Приезжали Сюда Расписаться И Из-за Фотографии Сюда Приехали Из-за Фотографии В Крыму Роспись Была В Ялтинском Этом ЗАГСе Который Временный Ну и В общем Когда мы Приехали сюда На Старое Севастопольское Шоссе Они вышли И аж Ахнули От неожиданности Они говорят Мы ожидали Всего Что угодно Ну что Что так Тут Будет Это Никакие Конечно Ни Видосы Никакие Фотографии Не Передают От Севастополь 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 Продолжение следует... Вот отсюда уже открывается вид на карьер Я не знаю, ребят, действующий он или нет Я помню, мы как-то с ребятами шли из семьи Зафарос И как раз вот тут, на этой части, мы сидели, пили чай И обедали Я когда подошел к обрыву, такой, ого, ничего себе А тут когда-то был или есть карьер Я, честно говоря, так и не понял, был он или есть Вот, ну он здесь рядом Слушайте, а мне же Света говорила Мне Света даже говорила, был он или действует он до сих пор А вот что-то вылетело у меня это из головы Весь спуск, ну или же в нашем случае подъем, видите, так выложен крымской стеночкой Я сейчас смотрю, где особенно большие стенки выдавливает Я такой думаю, да, теперь-то уже никто из камней не будет играться, выкладывать стены Сейчас, наверное, просто возьмут, зальют и все А так бы, конечно, хотелось, чтобы соблюдались крымские традиции, да Только на юге такое можно увидеть Бетон-то мы видим везде А вот такие стенки Я всегда даже вот свадьбы фотографирую, когда Ну вот, ребят, смотри, река Я им несколько кадров Мы были еще в Ливодийском дворце И несколько кадров спускались, когда к беседке Господи, беседка, которая туркменская, хочу сказать Она же не туркменская, она турецкая, по-моему, беседка Вот Когда мы к ней спускались Я говорю, давайте Чтоб был полностью Вайп крымской свадьбы 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 Все, я уже заговариваюсь Это прям Сто процентов надо сфотографироваться У стены Там были на спуске к Ливодийскому пляжу Такие прям шикарные высокие стены Их там пофотографировал Смотрите, тучи идут Ну-то оттуда, со стороны Симферополя Не затянуло бы сейчас Все Ладно, еще фиг с ним затянуло Если затянет Ну, пошел бы дождик Так, а вот отсюда, смотрите, как над морем небо Такие перьевые облака Вот тебе Ну, какой сегодня 13 августа Сегодня, кстати, пятница 13 И На улице лето Я, честно говоря, иду весь мокрый У меня прям кожа на руках мокрая Я вытираю не только лицо Но и Руки вытираю Вот отсюда хорошо видно Мариевскую территорию И вот он, этот Чудесный дом, о котором я вам говорил Представляете, во-первых Как по заказу прям к нему дорога выходит С Южнобережного шоссе Да и Старо-Севастопольское тоже Во-вторых, такой каменный крутой дом С гаражом Можно сказать, в заповедной зоне С таким красивым забором С виноградником Дом такой прям добротный Просто мечта И вот мы с вами вышли На Старо-Севастопольское шоссе Он собаки на них там охраняет Такие карманы большие Видимо, когда Какие-то работы тут Дорогу когда делать Или еще что-то И этими карманами, видимо Пользуются, чтобы технику Строительную ставить Вот тут даже видите Дебаркадер есть Ой, как она, господи Ну вы поняли Чинить снизу машину Дебаркадер, говорю Как он называется Ну, короче Короче, понятно, какой я Слесарь И вот, в принципе Мы пока поднимаемся Мы уже наделаем Сколько фотографий И пошли вот эти виды Вы просто не представляете Что... Да, конечно Я тоже, когда Раньше смотрел это все на видосах Как мне это все нравилось Но это прям вообще не то По сравнению с тем Что ты сам Или сама тут идешь Жалко, стенка вон обрушается И вот это вот все Видишь своими глазами Прям вообще разные вещи Тут такие просторы И, кстати, смотрите Была чернота И сейчас такие легкие Легкие вот облака На горе лежат И уже Практически расходятся Немножко по поводу Старого Севастопольского шоссе Эта дорога была Я вот не буду врать Она была, скорее всего, еще до революции Она шла Вот сюда можно подняться От Алупки И вот она вдоль гор идет И, как я сказал ранее Несколько спусков на поселке Но в 60-м году Делали Южнобережное шоссе Которым сейчас мы пользуемся Скорее всего С той целью Что Оно идет ниже Это раз Его сделали шире Но ниже Это я имею ввиду Что от него удобнее Добраться До поселка Вот, допустим, вышло Сейчас маршрут Раньше мы автобусы И они пошли Есть же еще нижняя дорога Она прямо от самой Ялты И вдоль всех поселков До Семиизы идет Это тоже дореволюционная Та, которая вдоль поселков И это была дореволюционная Тут она идет До Фороса Спуск есть на Форос И если подняться Выше Не спускаться А подниматься То будет Форосская церковь Будут Байдарские ворота А дальше уже будет Байдарская долина И через Байдарскую долину Раньше люди выезжали И ехали на Севастополь В общем Вот так это все было В 60-х годах Стали строить Южнобережное шоссе Недавно Господи Ниночка-то где? Приключение Нет, Кавказская пленница Когда фильм заканчивается И Шурик едет на осле И там выбрали такой кадр Я часто его во влоге показываю Кстати, влоговый канал Ссылка в описании Он ехал на осле И видны были зубцы и петри И видно было Что там Дорога совсем новая Скорее всего Мы посмотрели по Дате выхода фильма И в это время Дорога еще полностью не была закончена Южнобережное шоссе новое Но видимо какой-то участок Уже был Завершен И там сняли концовку Кавказской пленницы И вот он Едет значит на осле Заканчивается фильм И там еще нету Ни соси Ничего Просто Вот как я сейчас поднимался Дубки Такое все лиственное Видимо Тогда же Взяли и все Засадили Ну вот такой красотой Красотой как здесь И сейчас Вот за столько лет Считай это уже 67 60 лет до дороги А Ну да 60 Да 60 Лет дороги Южнобережному шоссе И За 60 лет Выросла вся эта красота Типа как вот здесь Вот это наверное дерево постарше А вот тут Я весной тоже ходил Фотографировал здесь И короче вот здесь вот Я увидел Знаете что Он уже наверное высох Но вот он семена Конечно Он отдаст Борщевик Представляете Казалось бы Борщевичок Вот он Прям весной был такой Ядреный Так сейчас мы посмотрим Что отсюда Куда См О Тоже видите Хаос Так Ну во первых Вот как В эту сторону Здесь вообще можно палатку поставить Прям на камнях И Переночевать Пересты Облака Вон он Этот Рудник Видно И Вот она Самая красота Море Поселки Шикарно Тоже нашел такую информацию Что когда Строили дорогу Над Семеизом И Часть горы Кошки же взорвали Чтобы построить Новое Южнобережное шоссе И Тогда Тоже Местные Я не знаю Может быть Не только местные Поднимали Шкандаль Хотел сказать Хай подняли Короче Скандалили По поводу того Чтобы не взрывали Кошку И я говорю Как хорошо Что Форос На подъезде К Форосу Есть такая Скала Гора Дракон Которая Тоннель Как хорошо Что они его Просто не взорвали А сделали Именно тоннель Потому что Там очень красиво Тоже Ну а по этой дороге Ездили раньше Знать на каретах Потом На видимо Я так думаю Когда первые машины Появились Тут и на машинах Они ездили И все то Что видим мы Видели они В принципе Тут не так много Поменялось Вон видите Старая стенка Вот досюда была А потом сверху Еще ее нарастили Может быть Кстати Вот эта старая Дореволюционная стенка Вот такая вот История С Южнобережным шоссе Я ни разу не ходил Есть у меня Задумка Есть у меня Такая идея Подняться наверх Байдарским воротом И спуститься туда Потому что я даже На машине там не был Вот Надо будет это Исполнить Там же тоже На Форосском канте Какая красота Какие фотографии Там получается Тоже мы там Фотографировались И не раз Слушайте Я иду Прям в лето Середина осени Так-то Шарко даже Старый источник По всей видимости Его видите Ремонтировали Трубами делают Кстати Если я выпью всю воду На обратной дороге Наверное здесь Налью водички А чё нет Это оно так Бежит-бежит-бежит По дороге И куда-то стекает Тут дорога Как я говорил ранее Вся такая извилистая Прям знаете Так и просится Какой-нибудь Гайдаевский фильм Тут на ней снять Только не новое Не новое Приключение Шурика Да Там Что-нибудь Такое Нормальное Посмотрите Как отсюда Я чуть-чуть Уже повыше Поднялся Какой вид Теперь отсюда А сейчас Я ещё выше буду И оттуда Видимо Будет ещё Красивее В прошлом году Весной Я ходил Из семьи За сюда Правда Пока я дошёл Я вышел Где-то Примерно так же Часа в два И пока я сюда Дошёл В принципе Я был там На том месте Где Фотографируются Все Я был там Как раз В то время Когда золотой час Наступал Но Оттуда ж ещё И выбираться Слава Богу Меня тогда там Подобрали И подвезли Поэтому Лучше Доехать На маршрутке А если вдруг И семье Захотите Прогуляться По старому Севастопольскому Шоссе То Надо выходить Прямо рано Утром И потом Дойти до той стены Ответственной Скалы Пофотографироваться Вернуться на Парковое Сесть на маршрутку И уехать назад Кайф Вот это виды Так Сейчас я встану Вот сюда На бетонку На стеночку Покажу вам Ой Тут такой ветерок Приятный Микрофон Наверное Зараза Задувает Ну ладно Сейчас Отвернусь Гляньте А тут Прямо так Видно Как руду Добывали Такими полками Ну Не руду Я сейчас Наговорю Конечно Какая тут Руда Щебенку Тут добывали Может быть Кстати Семеизи На пляже Да вот Где они Отсыпают Этими Огромными Камнями Щебенкой По цвету Очень даже Похоже Но есть еще Карьер Неподалеку От Алушты Может и оттуда Это Щебенка Кадыковский Карьер Называется О Вот отсюда Всю территорию Мрея Видно Тут конечно Хочется Прям идти И снимать Это все Я только Что Отключил Камеру Поворачиваюсь Тут Вот это Хорошо Дорогу Отремонтировали Когда Я Отремонтировала Этой весной Она уже была Отремонтирована А вот Прошлой Год до Два Назад Я ходил Но она Не вся была Отремонтирована А сейчас Прям Да красота Что пешком Что на машине Небо То смотрите Вон еще Старые Столбики Целые Вот так Вниз идут Видите Вон Боль Дороги Киты Уже Вон Рассыпались Какие-то Целые Тоже Такая Наверное Скорее Сего Ранее Советская Тоже Такие Как это Достопримечательности Крыма Столбики Эти Вот буквально Немножко Я отошел Сам Только что Это заметил От Паркового Это я уже Скорее всего На Доливой Ой Господи На Доливой Над Кастрополем И Видите Там был Лиственный Лес В основном Поменялось Все на хвойное Как оно так Где-то прям Дубки А где-то Вот такое Высаживали Это тоже Все Или оно Саму так Растет Ну Там Куда мы Идем Там тоже Не Там кстати В перемешку Там и Лиственное И хвойное Сейчас я Такую высоту Набираю Что Аж Задыхаюсь Видите Какая Чаща Тут Хвойное Я сейчас Стою Прицеливаюсь Чтобы вот этот Ракурс Сфотографировать Тут уже Сосны Такие Прямо Дорогой Раскидистые Красивые Проезжают Ребята Не буду Говорить На какой Машине Я такой Стою Уже У меня Этот Ручной Автофокус Пока Иса Поменял Автофокус Поменял Автофокус Вернее Настроил Ну и Жду Пока Не проедут Они остановились Улыбаются Говорят Вы Нас Да Сфотали И я Такое Хотелось Сказать Это Че Как В Сочи Что Ли Куда Бы Ты Не Спускался Везде Фото И Фот Продают Я Говорю Нет Я Жду Пока Вы Отъедете Мне Нужна Дорога И Не Вы Кстати Смотрите Вот Отсюда Уже Все Лучше И Лучше Виден Фаровский Смотрите Как Блестит Море Вдалеке Как Хорошо Что Я Хороший Объектив С собой Взял Ой Я Сейчас Вот Это Попробую Сфотографировать В принципе Если Убрать Дымку Будет Наверное Красиво Но Без Этой Дымки Никак Она Всегда Когда Жарко Блин Всегда Это Дымка Какая Красивая Сосна Да Вот Прям Интересно Идешь Идешь Сосны Сосны Хоп И Дубки Пошли Это Как Мы Когда Ходим На Шанкая Над Семизом Идешь Тоже Сосны 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 Колубки Подходишь Хоп Дубки Пошли Или Вообще Там Все Лысое Так И тут Местами Лиственные Деревья Местами Хвойные Смотрите Какая Сосна Раскидистая Прям Крыш Как будто Бы И тут Молодняк Такой Красивый Сейчас Я Это Сфотографирую Рановато Я Свернул Тут Вот Еще Более Такая Видовая Площадка Ну Как Зато Я Сфотографировал И Снял Эту Ель С Такой Раскидистой Кроной А здесь Конечно Миласа Видно Внизу Надо Кстати Осень В Миласа Сейчас Ездить Поснимать Открытый Он Интересно Сейчас Нет Может Там Что-то Поменялось За год Год Я там Не был Получается Осень Последний Раз Был Я Люблю Когда Вот Так Что Где-то Тучи Где-то Вообще Голубое Небо А где-то Такие Перстые Облака Потому Что Фотографии Получается Живей Не Знаете Когда Тоже Там Подписчики Или Кто-то По Знакомству Ну Мы Договариваемся Что Пофотографироваться И Пишут Тучи Может Дождь Пойдет Я говорю Ну Во-первых Тучи Это Мягкий Свет Во-вторых Наоборот Фотки Будут Интереснее Да И Как Говорится Тут Такая Погода Обещает Допустим Дожди Проливные Ливня Светит Солнце На южном Берегу Все Меняется Никакие Синоптики Не угадают Когда Какая Погода Будет Сейчас Еще Вот Это Дерево Оно Такое Сухое Стоит Как Семейки Адмусов Тоже Сфотографировал Думаю Это уже Прикольная Фоточка Будет Я думаю Я думаю Что Если Еще Через Неделю Сюда Пойти Через Неделю Тоже Будет Будут Двадцатые Числа Тут Наверное Уже Все Прям Будет Благоухать Но В принципе Я думаю Что Самое Самое Такое Буйство Красок Начнется В октябре В начале Октября Кстати Не мешало бы Хотя бы Сходить Для влога Тут подснять Как в октябре Будет А если Посмотреть Туда Вот там Примерно Примерно Вон там Чертова Лестница Есть У меня Тоже Оттуда Старый Старый Ролик Когда мы В августе Месяце Поднялись Туда А там Было Столько Грибов И они Были Съедобные Но я Так Как Не Грибник Мне Как-то На них Все равно Знакомо Грибник И он Как Увидел Как Давай Ну Откуда У нас Даже Пакеты Были Прям Поляна Грибов Короче Грибное Место На Чертовой Лестнице Ну Единственное Конечно Что Там Заповедник Скорее Все Если Поймать С грибами То Будет Не Очень Хорошо Но Мы Там Были Когда Еще Никаких Пропусков Не Было Было Все В Открытом Доступе И Говорят Что Все Равно За Грибами В горы Ходят Че Добро Пропадать А там Реально Вот Как В сказке Огромные Поляны Мы На Одну Поляну Зашли Грибы На Другую Поляну Зашли Грибы Как Называется Не Помню Очень Очень Много Грибов Там Было Не Знаю Я Почему-то С детства Не Люблю Грибы Если Там Допустим Маслины Еще Что-то Я С возрастом Стал Понимать Грибы До сих Пор Не Понимаю Я Их Могу Конечно Где-то В Пицце Есть Не Выковыриваю Но Так Вот Как Некотор Там Картошку С грибами Мне Наоборот Фу Картошка С грибами Я Лучше Просто Так Картошки Поем Жареные Без Грибочков Вот так Идем Мы С вами Идем 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 Так Сейчас Я опять По Зеленому Проведу По Скалам И Вот Тут Я Прям Уже Увидел Вот Тут Где-то На чертову Лестнице Подъем Если Да Где-то Тут Плюс Минус Он Блин Так Захотелось Опять Пройти До Фороса Гора Повторить Это Получается Где-то Года Два Назад А то И Три Назад Мы Ходили Солнце Осеннее Сейчас уже будет Памятник Великой Отечественной Войне И От этого Памятника Совсем уже Недалеко Будет Место Нашего Назначения У меня такое ощущение Что памятник уже Вот он За поворотом Должен быть Сейчас посмотрим Да Действительно Вот он уже Памятник Тут Такой Якорь Огромный Сейчас Почитаем Табличку Вот Отсюда Уже Можно Фотки Делать Начинать Так Якорь Ну вот Табличка В этом районе В декабре 41 года Действовала Разведывательная Группа Черноморского Флота Мичманы Перечислены Фамилии Старшины И Краснофлотец С ними Тоже был Под цветы Что ли Такая Да Наверное Под цветы Под живые Такой Якорь Огромнейший Там уже На материке Холодает Вроде как Я вот Не знаю Сколько Градусов По всей Видимости Что-то Около Тридцатничка Явно Даже Не Двадцать Пять Жарит Не По-детски Как Это Говорят Четвертый Месяц Лето Наступил Кстати Мне Тут Знакомые Говорят Что И море Еще Теплое Я В сентябре Что-то Один раз Купался Искупался Где-то Недели Полторы Назад Надо Сходить Исправить Ситуацию А там Еще Поверху Прям На краю Скал Деревья Растут И Всегда Меня Поражает Как Они Там Растут Вот Такие Ветра Зимой Ветра Такие Что Аж Крыши Сносит А там Так Наверное Еще Все Это В разы Сильнее Это даже Напоминает Как будто Немного Тайские Скалы Тут Ну и В принципе То В принципе Мы с вами Практически Ну практически Все Мы на месте Вот Она Это Место Сети С картинками Где все Любят Фотографироваться Для сети С картинками Ну Хотел Сказать Инстаместо Но это У нас Нельзя Такие слова Произносить Запрещено Та же Она у нас В Российской Федерации И в принципе То Уже Прям Идешь Фотографируешься Ё-моё Посмотрите Какой Инфорос Вид Это что-то Шедевральное Да Я Когда Первый раз Здесь Оказался У меня У самого Голова Закружилась От этой Красоты Никто Тут Не остается Равнодушным От этого Места Смотрите Тут Какой Камень Стоит Он Скорее Всего Так Вот Как Летел Откололся Воткнулся Здесь Здесь Вообще В принципе Видно Как При Землетрясениях Камни Откалываются И летят В общем Не меньше Не меньше Чем По дороге Вот Они Видите Ребят Сосны Прям Наверху Удивительно Как Они Там Держатся Ну А Теперь Как И Обещал Фотографии С Этого Места Места Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Красота неописуемая Давайте еще туда поднимемся Вот это просторы А вот это вот все я говорил, что будет желто-красно-зеленое Видите, тут перемешку и лиственное, и вот они сосны есть И скалы эти, какие они красивые эти скалы Шикарно Просто шикарно Какой тут воздух свежий С вами шли-шли-шли и наконец дошли Красота Старое Севастопольское шоссе Ребят, ну а на сегодня все В общем, ссылки все в описании Пишите И Идем фотографироваться На старое Севастопольское шоссе Поставьте, пожалуйста, лайк Напишите комментарий Ну а на сегодня все С вами был Игнат Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok